привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и мы сегодня мучаем дальше кубик enigma перебираем кубики в головоломистой игре от sb games от чебиси и я проверяю где у меня может быть елки с палками локация номер 4 вас есть много локаций две локации номер пять мне кажется это просто какая-то ошибочка это первая вторая красная третья синяя майора шифровали с вами и вот четвертую я все никак не могу найти уже бегала тут за кадром и смотрела и всяко-разно но не нашла поэтому знаете что наверное мы сделаем мы пойдем там у нас есть знаете что я вам пришли серии я вам обещал это и это лучики лучики здесь мы уже собирали головоломочку это значит мы выставили камушки все сюда и получилось что это головоломка решается так ну давай посмотрим значит лучик который выходит отсюда отсюда он соединяется и это очевидно новое правило я правда не знаю какая по счету это головоломка но она такая доступная так что так ну что здесь очевидно надо сложить по диагонали да если мы все правильно понимаем да и то есть как бы эти кубики они проводят лучи ну да думаю что такое с графикой мне пришлось запустить игру в окне у меня так и не хочет же force ее не видит он не схватывает игру не знаю дело в игре или дело в моем джефорсе но он ее упор не видит так слушать здесь надо ну тоже по диагонали да только очевидно вот так да ну так как как приятно когда так все просто да и в окне конечно графика совсем по-другому ну да ладно где остальные люди спросишь не на этой земле уже давно никого не было легенды и мифы об этом месте распространяются довольно давно и не все готовы рискнуть ради ответа на какой-то несчастный вопрос да интересно где все люди спросишь ты а слушать теперь смотри теперь лучики у нас здесь нам надо чтобы они проводили лучики лучики то есть имеется в виду что лучики у них они вообще двигаются а ну да они двигаются до окей значит хорошо и очевидно только через ну как я понимаю только только через вот эти прозрачные прозрачные не двигаются ну очевидно это вот так интересно я могу внутрь поставить потому что но этот я понятно поставлю вот так а этот я никак не только вот если так точно могу то есть не важно что она ему там препятствует типа типа все равно луч проходит ладно а вот четвертая загадка вот она четвертая загадка с другой стороны очень странно первая вторая и третья открывает пятую это странно ну ладно так куда мы пойдем наверное логично да вот ты заходишь логично решать сразу вот эту что у нас тут тоже сколько их три кубика да и три луча и они все должны типа соединяться подожди а что такое вот этот четвертый ты а кубик могу что ли прям а не понял вот это что то есть я могу и кубики и эти башни перемещать а это кубик да одно башню и три кубик да я могу перемещать окей это какая-то очень странная башня ты не надо чтобы а слушай а это не то что преломляет лучи как-то так ох когда ой это мне портануло а не подожди так это не кубик это башня а нет подожди башня стоит когда так то есть запоминаем что значит вот такая штучка с дырочками это у нас соединитель преломитель или как-то я не знаю как его назвать так туда пока не ходим там главная задача 4 так что у нас здесь одна стоит здесь все остальное двигается до это двигается есть у нас два преломителя так а что у нас двигается у нас преломители двигаются там все как-то в куче стоит я очень не понимаю кто на ком стоял до 2 преломителя а прозрачные не двигаются как-то плохо плохо видно тем более когда прозрачный кубик и кто-то еще увидишь такой буквы ты они стоят да значит предположим это идет преломляется предположим здесь преломляется а преломители у меня тоже должны идти по ой преломители у меня тоже должны идти через прозрачные кубики или как мне так кажется что надо составить просто вот так вот все нет Ну а чипом так не работать? А, тут еще один есть. Я вот не понимаю принципа, до сих пор не поняла с этими кубиками, можно ли... Что по поводу этих прозрачных? Должно оно именно в прозрачном быть? Не должно оно быть именно в прозрачном. То есть через прозрачные, типа луч передается только через прозрачные. Просто так нет. Ага, луч передается через прозрачные. Все остальное фигня, война, да? Но... Он же должен вот так вот сюда заходить. Тогда подожди. Тогда эта пушка должна стоять... Ну так, я так понимаю, что не получается, да? Должна вот этот носик к носику развернут быть? Ну, тоже не получается. Получается, только если здесь он будет стоять. Хрен вас знает. Я не понимаю логики вот этих, ну, отражателей. Ну вот отражатель. Вот он должен отражать. Даже без этих двух. Вот, пожалуйста, кубик. А, подожди. Или. Или. Сейчас, секунду. Или так. Только, наверное, вот эти два, а это последним. Я вроде так уже складывала. Нет, так нет. Хотя, по идее, но должно же вот так вот и быть. Нет? Вот это должно работать. Как у меня этот отражатель там был? Дай-ка я к дону. Нет, это не отражатель. Это два. И они друг друга не мешают. Так, отражателя здесь нету. Это был отражатель. Здесь, что ли, был он? О, нет, это то, что я решить не могу. Вернее, то, что надо решить. Вот, был отражатель. А, ну, все-таки должна быть дырка. А, и там как бы зеркало. Господи! Да кто ж его видит, что там зеркало? Блин, значит, здесь тоже надо смотреть, что там у них внутри. А вы думаете, что тут видно, что ли? Тут ни хера не видно. Уж меня извините. Такие эпитеты. Тут вообще ничего не видно, что там у них внутри. Тогда, да, тогда этот тут не катит. Дай-ка я его сюда выставлю. Посмотрю. Ну, да, у него угловой отражатель. А у этих, какой тогда отражатель? Прямой, да? Или тоже угловой? Не, ну, так это... Это хрень. Сделать вот такую загадку, это должен... Ты не можешь присесть, здесь еще в тени, и ты фиг видишь, что там у них внутри. Это тоже угол, только такой угол. Так, а этот угол, или он напрямую? Ага, и это угол. Все ясно. То есть у нас три разных угла. Ну, вот нарисую наверху тогда хотя бы, как видно, как это зеркало идет. Уйди отсюда. Вот, потому что, ну, где там, где там, ты увидишь, как оно там идет. Так, хорошо, тогда, значит... Более того, что если, если бы сама вот этих вот... Сами вот эти кубики ты двигал. Тогда еще видно, что и как. Значит, смотри, эту я уберу, просто уберу, потому что непонятно, пока где она должна стоять. Значит, у нас есть три угла преломления. Один, второй и третий. Этот сюда. Предположим. Так. Значит, смотри, этот сюда заходит, идет сюда, этот передает сюда, этот должен. Это как-то очень странно. Хорошо, смотри. Мы преломили его, он... Нет, отсюда он не пойдет. Он пойдет в сторону. Чтоб он попал, надо его поставить так, очевидно. Да? Чтоб он по диагонали, как говорится, попал. Вот он сейчас по диагонали попадает на этот и отражается обратно. Слушай, что-то как-то это самое душненько. А здесь он тоже попадает... Но нет, здесь понятно. Он попадает под прямым... О, вернее, ну да. Отражается под тем же углом. Идет дальше. А здесь, как? Предположим, вот он попадает сюда. Отображается он сюда. Вот в этот. Попадает сюда. Попадает сюда. Отображается... Надо сюда тогда ставить. Ну, опять нет. Хотя теоретический луч должен попадать. Вот смотри, он идет отсюда. Отражи, отразился. Отразился, пошел сюда. Здесь он отразился, пошел сюда. Здесь отразился, пошел сюда. Другое дело, что, наверное, надо, чтобы это было все... На единичку смещено в сторону, да? Да. Да. А то я уже отчаялась. О-о-о. Нас ждет финальная загадочка. И у нас тут опять отражатели. Отфигатели. И сколько у нас кубиков? А-а-а. У нас, блин. Блин. А-а-а. Мы можем двигать прозрачные кубики. Серьезно? О-о-о. Да, мы можем двигать прозрачные кубики. А мы можем прозрачные кубики вставить. Да, можем. А-а-а. Хе-хе-хе-хе. Так, молодец, конечно. Нет, так мы не можем. Так, мы не можем. Сейчас мы сначала все изучим, а потом будем тут уже конструировать. Так, секундочку. Вот я не пойму, у меня сейчас идет... Идет у меня запись или не идет? Блин, если это все было напрасно. А-а-а. Сейчас проверю. Сейчас вернусь. Нет, вроде все в порядке. Запись идет. Я извиняюсь, друзья, за такие технические... За технический кавардак. Так, значит, нам надо что? Нам надо вот от этой штуки провести луч в эту штуку. Так. Мы ее двигать можем? Ну, вроде как, да. Да, можем. Там, знаете, хочется сделать скрин, фотографию того, что есть что. Тут они все серые. А тут они прямо все... Слушай, а тут какие-то есть... А-а-а, это... А-а-а. Золотой полосочкой передвигаются. Во-во-во. Вот это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Что они как-то обозначены. Угу. Блин. Ой, как лень думать. Ой, как лень думать. Как лень думать. Ну, однозначно, наверное... Да, я тебя уберу. От себя сюда поставлю. Теоретически, да? Вот. Но у нас, поскольку луч идет только через... Прозрачненькие, то вот эти две прозрачненькие... Должны поставить сюда... Ничего. Дело в том, что у меня память... А, это не прозрачненькая. Господи, как у рыбки. Золотой. Я не помню, где были прозрачные. Как вот это, да? Прозрачная была. Вот это было прозрачное. Это отражалка. Так. Ага, это перемещается, а та нет. Вообще-то реставить сюда. Так, что ли? Ну, предположим. Так, это у нас отразило... Отразило. Дело в том, что у нас закончились кубики, которые передвигаются. Так, подожди. Тут как-то надо хитро делать. Я могу предположить, что сюда должен идти отражатель. Вот этот вот. Вот этот отражатель сюда должен идти. Раз, раз. Вот он отразил. Теперь сюда должен идти угловой. Вот этот угловой, да. Как-то так. 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 Так, типа да. Сейчас этот с полоской мы тоже пристроим. Но предположим, вот он, этот узел наш. Что-то пошло отсюда, отразилось сюда. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Что-то я размахнулась. У нас не так много возможностей. Как раз вот этот. Эй, нифига. Сюда надо поставить конечную. вот смотри этот отразит и приведет конечную это вот мы выстроили теперь нам надо иди сюда вот этот сюда же прозрачный да нет ни сюда так трес-трес-трес секунда так и с мы открыли зону 4 мы молодцы не знаю в оконном режиме вы увидите в ачивку или нет ну ачивка было красота смотри какое все зелененькая стала прям вы так и что это нам дало мы открыли 4 сколько здесь вообще зон нам никакие двери там не открылись тайны нет тайные двери не открылись здесь смотри какой купол медный дай-ка я какой-нибудь поищу опять на превьюшечку вот вроде как красиво да вот пошли смотреть что у нас еще есть лучики мы разгадали было поинтересно слепани ноги отрезали этаж лазер так там мы были да там все здесь не было никаких тайных дверей лопухи никаких тайных ходов не было да тут мы разгадали тут мы прыгать кстати они опять все что ли да они опять все выстроились как и да выходишь из игры все сбивается ну ладно там разгадали нам туда ходить нам там нечего делать здесь мы тоже третью разгадали нам там тоже ничего делать пошли смотреть что делать с этими двумя пятами здесь номер пять которая закрыта значит не 5 и было 5 номер 5 который мы точно знаем что номер 5 а это он и тут у нас что-то было сложно я это сложная была умница мне один-единственный кубик он красный че ставим его на черный хорошо новое правило желтый кубик двигается так это что имеется ввиду диагональ желтый который красный двигается по диагонали и так желтые которые красные двигаются по диагонали у нас тут желтый который синий серый который красный блин желтый который синий хорошо желтые которые красные и так желтый который красный двигается по диагонали по диагонали то есть вверх и в правый угол если мы его двинем по диагонали он должен занять место вот этого серого красного куба поэтому и подожди ладно то есть вот если мы его сейчас двинем то есть он должен двигаться сюда то есть если он стоит здесь он должен занять вот это место ладно а куда мы денем серый который красный серый которые красные красные которые красные у нас красные которые серые у нас отражались да а серые которые красные что делали они отражались в другую сторону у меня полный на швах в голове по-моему серый который красный отображался в другую сторону так это так что было синим оси не шел по часовой стрелке как а вот что делать с синим который желтый это вообще очень интересная новость может быть сми сюда потом надо вернуться ой господи боже мой а он тоже по диагонали то есть неважно какой-то желтый синий ты желтый серый ты желтый красный ты желтый если ты тут желтый ты двигаешься по диагонали предположим это так вот у нас тут смотри а а ну так а чешу вас тут так все в разброс то вот он желтый который синий и он на диагонали все понятно все понятно это я поищу еще что-нибудь попроще даже говорю тут все как-то в разнобой ой только не утони все разных цветов но все а тут что то есть темный уголок чтоб никто не уголок интересно есть каким из пасхалочки в этой игре мне кажется что нет но как знать ворота закрыты мне все надо наверно разгадать да окей значит вот не зря водичка есть тут чтобы не прыгать очевидно мы должны сюда прийти вот этой вот дорогой огибая эту лужу посередине соответственно решать загадки по пути своего продвижения мы глаза все и это тупик тут но это конечно тупик не для нас тупик мы этот тупик уже перепрыгивали с вами прошлой серии так здесь мы сделали эту мы сделали здесь понятно так ну вот значит что желтые желтые все двигаются по диагонали неважно какие они поехали желтые двигаем по диагонали так теперь красная у нас отражается сюда вроде когда так серый которые красные что делал синий синий двигался по часовой стрелке так хотя он тут красный он тут не серый он красный а я же откуда знаю что что теперь или теперь пофигу какие цвета а серый у нас отступал вниз нет тоже по диагонали нет это серый которые красные они отражались сейчас подожди вот в нем не уверена абсолютно поэтому сейчас будем подбирать а а вообще все неправильно понятно понятно вам вообще все неправильно а красный который красный остается на месте красный который красный остается на месте желтый двигается по диагонали вот чем дело серый который красный рожается может чтобы господи и а почему синий остался на месте ну типа что он синий а там красный не трогай меня вообще о ох уж я маленьким не сдох ладно здесь все стали резко желтыми так но мы помним из серы которые желтые отступает назад да красный который желтые еще было с красным который желтый подожди это желтый который синий у нас был какой-нибудь красный канал назову желтый который красный он двигался туда 1 верно красный который желтый я могу предположить двигается по диагонали но обратно нет может быть красный который желтый положим двигается так так из той загадки желтый который желтый у нас уже по моему оставался на месте а синий который желтый что делает алин двигается тоже по диагонали но обратно другую сторону типа если он сдвинулся сюда должен быть здесь 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 где нет нет это так не решается это так не решается я не могу держать голове все эти правила одновременно тем более когда они сбрасываются когда они сбрасываются с предыдущих загадок уже хрен вспомнить что там было но это так по-дурацки не насколько я помню желтые здесь двигались вперед серые двигались назад если у нас каждый раз меняется правило тут никто ничего не поймет так давай тогда пробовать может они перемещаются в какую-то другую сторону то есть красный который желтый у нас двигался по диагонали сюда муж не диагональ имеется ввиду муж какая другая диагональ давай сюда двигаться и это тогда будет двигаться сюда ищи место для желтого нет может он двигается полетят короче у нас не так много диагонали на самом деле этот предположим двигается сюда он попадает на место вот этого синего кубика синий кубик если двигается по диагонали он попадает на место этого кубика а здесь мы тогда ищем ну нет ну нет тогда я не знаю давай пойдем посмотрим там у нас еще сильная загадка или может я неправильно поняла вот эту перестановочку то что опять же сбивается еще раз говорю сделайте так чтобы загадка решенная оставалась на своих местах потому что и так нихера не понятно еще тут все сбивается ладно здесь ну это диагональ или что или как или как это считать явно диагональ здесь явно диагональ вверх по диагонали здесь что еще это может быть не знаю кстати загадка на часах я уже посмотрев свою запись поняла что там не цифры имеется ввиду а просто количество пропущенных клеток после 12 то есть первое потом две пропущенные клетки 3 пропущенные так далее так что здесь у нас здесь все синие понятно что здесь какие-то правила то когда всякие разные цветные кубики но на доске они имеют цвет и надо найти как с каким цветом они взаимодействуют я так до сих пор исходила из правила такого что как у нас те кубики взаимодействовали с красным но такие же правила распространяются и на желтый и на синий мне кажется что это не так теперь теперь мне кажется что это не так и так здесь у нас синий серый синий серый у нас шел по часовой стрелке пока что с серым вот единственное серым все понятно потом синий который синий остается на месте ну и вот опять у нас красный который синий и желтый который синий желтый который синий еще раз сюда приду еще раз убежусь желтый который синий шел по диагонали вроде бы все да все понятно а здесь желтый который красный желтый который синий идет по диагонали когда с этим вроде бы тоже все понятно он идет сюда и это вот здесь остается два этих кубика и вроде бы как синие у нас должен оставаться на месте когда как красный давай искать место для красного 5 не так а что не так что не так в этом случае еще раз вот мы все делаем по правилам желтый двигается по диагонали может я все-таки как-то не ту диагональ беру может это не диагонали или еще или как или что но нам только что показали что синий а подожди синий который жоп внизу он желтый наверху он синий он двигается по диагонали все и миллион раз проверила то есть это это нам показали значит это правило должно здесь работать так вот этот идет четко сюда сто процентов должно быть работать так теперь из синей загадки у нас есть серый и синий они двигались по часовой стрелке а нет подожди против часовой против вот вот здесь и наверно ошиблись против это когда он внизу синий а наверху серый он двигается по часовой стрелке так теперь желтый должен двигаться тоже по диагонали то есть он двигается сюда он должен быть здесь остается красный который мы должны найти у меня прям даже интересно ну нифига вот вопрос внимание вопрос что не так что не так вот идите и скажите мне что не так либо вот эту вот систему с этим передвигом кубика по диагонали я вообще неправильно поняла да но здесь то это работало желтый кубик который синий нет здесь у нас не было желтого кубика который синий а вот здесь был желтый кубик который красный здесь то это работало почему это не работает здесь ой не знаю короче как обычно хрена не понятно может я где ошибаюсь что там путался нет это это шел против часовой стрелке это сто процентов у синий который синий по идее должен оставаться на месте так и желтый должен идти наискосок вот сюда и а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Короче, непонятно, ладно, давай подойдем там, ой, я опять где-то застряла У нас там есть еще одна загадка, давай туда подойдем Так Итак, вот она наша, эта загадочка, значит, что у нас? У нас здесь два кубика, которые нам показывали Синие, которые желтые У нас идет наискосок Так, у нас только что показывали И красный, который желтый, идет наискосок Окей Здесь красный, который серый, он отражался Так, отражалка у нас тут нормальная, значит, в эту сторону Так, а это у нас серый, которые синие И они Были против часовой стрелки Так И почему нет? А почему нет? Не, вот я сейчас хочу спросить всех Кто это? Кто это изобрел? А почему нет? Все правильно, все правильно Красный отразился на эту сторону Красный, который серый Так, синие и желтые Давай сбегаем Я еще раз посмотрю Все вместе синие и желтые Желтый Который красный, идет по диагонали Вот он здесь был Он идет на черный по диагонали А Здесь желтый, который синий А ну-ка, подожди А значит ли это, что тогда этот синий останется на месте? Ого Давай еще раз Предположим, синий остается на месте А как? Подожди, синий не может оставаться на месте Синий должен Переместиться Вот только как Смотрите, пока что этот перемещается сюда И этот перемещается сюда Если, я думаю, что синий, который желтый А если желтый, который синий, он идет наоборот То он должен Сюда переместиться Сюда Хорошо, предположим, сюда А этот тогда сюда О, боже мой Объясните мне, почему? Почему? Почему уж синий, который желтый, оказался здесь? Ведь Если он стоит здесь И двигается по диагонали Вот сюда вот Переходя, как сказать На следующий уровень А почему здесь? Это очень странно Это настолько все меняет Потому что я тогда не понимаю, почему Ладно, это мы все выяснили Это понятно, что он все-таки двигается в другую сторону Но, как я считала, что если у меня здесь стоит кубик И, двигаясь наискосок Он должен попасть на клетку Вот где стоит синий Если я его двигаю сюда Если я его двигаю сюда А, если я его двигаю сюда Так, 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 так Это тогда меняет То есть смотри, если мы нормальный кубик двигается наискосок, вот сюда, то ненормальный как бы отражается, что ли. Не двигается в другую сторону, а отражается. То есть это вот ось отражения. Так, сейчас, секундочку, тогда, если это действительно так... Запись идёт, запись идёт, блин. Если это действительно так, тогда пошли к нашей многострадальной этой. Я же говорю, что что-то с этими вот чёрными этими... С этим исказком было не так. Давай тогда здесь пробовать. Итак. О, хаппи-дэй, друзья! О, хаппи-дэй! Вышло обновление. Я тут, как говорится, ломая голову, выскочила из игры. И что-то у нас обновилось, и даже, как мне кажется, и трава стала зеленее, гуще. А главное, что добавили кнопочку. Всё, я всё-всё... Снимаю всё своё мекканье по поводу того, чтобы сохранялись загадки. Да, они теперь сохраняются. Вот теперь кнопочка F выставляет их на... Если бы сбили, то решённая загадка теперь у нас сохраняется. Аллилуйя! Прямо, Чибиси, честь тебя, хвала и памятник. Ну вот. Вот примерно ростом с этого дядьку. Считай, что ты сам себе этот памятник и воздвиг. Так, вот, смотри на свои деяния. Так, а мы, слушай, прям как что-то добавили. Травку, что ли, какую-то. Вот ещё, ещё стало красивее. Так вот, давай вернёмся к этой загадке. Я буду её мучить. Подожди, я выходила, я пила кофе, пила валидол, пила валерьянку. Ну, хотя нет, в принципе, нервозного тут нету ничего. Только надо, как так говорится, понять эти правила. Давай попробуем решить эту загадочку в свете новых открытий. Итак, это идёт вниз, это серый. Это красный, который должен идти сюда, красно-жёлтый. А на самом деле он должен идти сюда, и он должен идти на место, если я не ошибаюсь, синего. Да, да, синего. Синий, который, нет, подожди, который жёлтый. Он должен идти сюда, но идёт не сюда, идёт на место жёлтого. Так, давай тебя пока в угол. Ты идёшь сюда. Красный, который был здесь, идёт сюда, должен идти сюда, он должен идти сюда. Получается как-то так, да? Давай-ка я отойду, посмотрю на всё, что я тут понаставила. Вроде бы так. Теперь давай искать, куда жёлтые. Что-бы всё-таки не так, да? Да-да, чует моё сердце, что не так. Может, я что-то путаю с этой диагональю? Ой, короче, это должен быть здесь. Устанавливается сюда. И это сюда у нас первый ряд, там, где стоит синий кубик. Убираем синий кубик отсюда. Ставим сюда красный. Так, теперь синий, который стоял здесь, он должен идти сюда. Ну, отражаться должен сюда. Серый, который жёлтый. Но он должен сюда идти. Значит, что-то я не так поняла с этим отражением кубиков. Однозначно. Другому быть и не может. Вот. Ну, уже приятно. Уже приятно, что поправили всё для нашего удобства. Давай-ка я добегу опять до той цветной загадки в углу. И ещё пошевелю мозгой. Что же это? Кстати, а что там у нас? Дайте-ка глянем хотя бы на это страшилище. Я не уверена, что я до него доберусь. Ой, там всё. Куда лучше не смотреть? Вот. Почему здесь у нас оказался синий кубик? Он стоял там, где стоял серый. И оказался здесь. Ну, правильно. Потому что по правилам он должен двигаться сюда. Поскольку это у нас наоборот. Он двинулся сюда. Попал сюда. Ну, что-то кажется, я... Ну, здесь Эп, да, здесь... Ой, господи, да, да, да. Здесь так и есть. Мне кажется, я что-то путаю вот в этих вот жёлтых... В этих жёлтых кубиках. И именно в этих диагоналях. Что-то у меня пространственный перетенизм. Может быть, так. Если это зеркально, это так. То он не сюда, а сюда тогда становится. То есть, это как бы у нас тоже плоскость преворачивается. Давай попробуем. А этот сюда... Ну, он должен сюда прийти. Как бы нету никакой переворачивающейся плоскости. Помогите! У меня не получается. А, подожди. Подожди, а почему я его вверх ставлю? Что-то у меня всё. У меня мозг не работает. Хорошо, сюда. Так, что ли? О, господи! О, я опять попала пальцем в небо, блин. Ох, а теперь думаю, почему. Так, значит, всё-таки синий у нас важная персона. Он остаётся на месте, кем бы он ни был. Если он синий, по своему рождению, он остаётся на месте. И никуда не двигается. А красный... А подожди, а красный, опять же, это не диагональ. Он просто-напросто отразился сюда. Вот, Тинати. Кукиш из-под кровати. Фух. Ладно. Мы решили. Тогда пошли к синий. И что в синем? Я единственное, в чём я уверена, это вот в этой. Это вот в этом. И то я уже... Я уже ни в чём не уверена. Он двигался сюда, да? Можно будет сбегать, конечно, на третью локацию и посмотреть. Сейчас так неохота бегать. Ну ладно, предположим. Значит так, синий рояль. Ну он синий и синий есть. А жёлтый, который синий, у нас двигается по диагонали. И теперь мы знаем, что эта диагональ у нас сюда. Отображается сюда. Он должен идти сюда. Так. А красный у нас, типа, играет по своим же правилам и отражается сюда. Блин. Не, подожди, я же сказала, что синий никуда не двигается. Алло. Да, синий никуда не двигается. Не двигается синий, двигается жёлтый. Который синий. И он... Цак. И он сюда. Этот сюда. Ага. Для красного мы сейчас будем искать место. Тоже не так. Я не знаю. Ладно, друзья мои. Знаете, что я сейчас, наверное, сделаю? Дай-ка я тебя уберу. Я сейчас за кадром сбегаю в синюю загадку. Благо, теперь все восстановились наши решённые загадки. И я подсмотрю, вспомню, куда там что двигалось. И если синий, то он был синий. Оставался он на месте или он куда-то двигался. Короче, вспомним, как оно было. И мы с вами увидимся в следующей серии. Если она, конечно, будет. Если у меня получится решить все эти загадки, пошли утопимся. О! Мы здесь можем... Подожди. Теперь мы можем бегать. А я хотела утопиться. Даже утопиться не дали. Ладно, я с вами прощаюсь. Увидимся с вами в следующей серии. Ну, а всех, кто посмотрел эту. Всем огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего. И пока-пока-пока.